Определить лучших среди равных не так-то и просто. Учителя, воспитатели, классные руководители и педагоги дополнительного образования районных образовательных учреждений проходят несколько туров конкурса, в которых дают открытые уроки, участвуют в круглых столах, проходят собеседования. В этом году в конкурсах педагогического мастерства приняли участие 35 педагогу Сергея Посадского района. Торжественная церемония награждения участников открылась балетным прологом. Как лепесток цветка, душа ребёнка и прекрасна, и чиста, и так же, как они, она хрупка и уязвима. Кто путь её определит? Кто ей укажет направление, чтобы она в своём движении росла не средь ошибок и обид, нечувствия, не ожесточилась. Конкурс «Педагог года» не только повышает престиж профессии учителя, но и позволяет выявлять самые яркие таланты среди педагогов, распространять накопленный учителями передовой опыт, поднимает общий уровень педагогической культуры. С приятственным словом к конкурсантам обратилась начальник управления образования Сергея Посадского района Ольга Дударева. Педагоги – это люди, которые умеют творить, умеют соревноваться, умеют учиться и умеют показать самому себе, а я ещё могу, я уже могу, и я ещё буду участвовать в различных конкурсах. Потому что это вы, люди небезразличные, люди творческие, люди, любящие свою профессию. В этом году в конкурсе появилась новая номинация «Педагогический дебют». Молодые учителя имеют возможность поделиться своим пускающим и не совсем солидным преподавательским багажом и перенять опыт более старших коллег. Успешный педагогический дебют состоялся для Елены Перелёта, учителя физической культуры школы номер 6. Остальные номинации конкурса остались прежними. Лучший учитель, лучший воспитатель, самый классный, классный руководитель и «Сердце отдаю детям» – конкурс для педагогов дополнительного образования. В итоге лучшим учителем названа Христина Курдюкова, учитель истории и общества знаний школы номер 14. Лучшим воспитателем – Любовь Воронина, инструктор по физической культуре, начальная школа, детский сад номер 7. Самой классной, классной стала Марина Власова, классный руководитель 11 класса школы номер 1. А лучшими педагогами дополнительного образования стали Светлана Афонина, педагог ДТМ «Стоки» и Кирилл Стрелов, педагог Центра детского и юношеского технического творчества «Юность». Также в марте были подведены итоги Всероссийского конкурса «Женщина-директор года» проводимого ассоциацией «Женщины-предприниматели России». Дипломом и медалью была награждена Людмила Домущей, директор Коснозаводской средней общеобразовательной школы номер 1. Каждый учитель, он сегодня и руководитель. Он должен быть прежде всего, при всех качествах, которые говорили, он должен быть дипломатом, он должен быть воспитателем, он должен быть психологом, он должен быть первым среди равных. В ходе церемонии награждения всем конкурсантам были вручены памятные дипломы. Творческий коллектив «УДЦ «Октябрь»» посвятили педагогам свои лучшие номера. После церемонии награждения победители конкурса в педагогическом мастерстве делились впечатлениями. Самая главная профессия – это, наверное, понимать, какой перед тобой ребенок стоит на самом деле. Потому что психология ребенка на самом деле очень тонкая. И нельзя к каждому ребенку относиться одинаково. То есть каждому нужен свой подход. То есть если ты не понимаешь их, тебе очень будет тяжело работать. Ну и, конечно, любить. Без любви и без преданности, наверное, своей профессии, которую выиграла, очень тяжело работать. Огромный обмен опытом. Большой обмен произошел на областном конкурсе, от которого я в большом восторге, поскольку я увидела такое количество профессионалов своего дела. И мне кажется, каждый, кто будет участвовать далее, может поделиться своим опытом и впитать что-то от своих коллег. Ирина Самойлова, Татьяна Сташенко, Сергей Власов, Михаил Жучков. День города. Субтитры создавал DimaTorzok